По сообщениям регионального Роспотребнадзора, ситуация с гриппом и урви на Смоленщине нормализовалась. Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями за последнюю неделю вернулась к допустимому пороговому значению. Начали свою работу и школы, и детские сады Десногорска. Но о завершении опасного сезона говорить еще рано. В основном пользуются спросом препараты противовирусные, также пользуются спросом препараты порошковые для приготовления суспензии, именно для снятия симптомов вирусных заболеваний. Повышенная температура, озноб, головная боль, боли в мышцах – большинству горожан это хорошо знакомые симптомы недуга. В попытках улучшить свое состояние люди штурмуют аптечные сети, для которых зима – это традиционный пик повышенного спроса. Но самостоятельно назначать себе противовирусные препараты все-таки не стоит. Самолечением не стоит заниматься. Если уж заболел, то вызовите на дом врача, чтобы врач действительно расписал вам лечение, если в этом есть необходимость. Обоснованное и категоричное мнение о методах лечения у заместителя начальника медсанчасти номер 135. Спасение от респираторных инфекций Ирина Федорова видит в своевременной вакцинации. Только это сможет обезопасить от сложных проявлений инфекции и затяжной болезни. А когда делается вакцина, то это и защита от тяжелых форм гриппа. Иногда люди сделают вакцину, и человек заболевает. Но заболевает, как правило, легко. Легкая форма, ну там 37-35 температура, выше не лезет. Немножко покачал, и все восстановилось. При этом вакцина каждый год изготавливается совершенно новая, подходящая под особенности ожидаемого гриппа. А делать прививку желательно осенью, чтобы до зимы сформировался краткосрочный иммунитет. И тогда холодный период, скорее всего, пройдет без последствий. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Графеев, Десна ТВ.